...битва у Средневечья, якая вызначила лёс многих европейских народов. Это был день, в який загинуло около 15 тысяч человек. Это была ясче одна сторонка нашей истории. После того, как великий князь Витовт подписал замирение с московской державой, стало махчимым распочать боротьбу с Тавтонским орденом. Причиной конфликту стали Жамойцкие земли, какие Великое Князство Литовское имкнулось вернуть себе. Ягайло выступил союзником князства в этом конфликте. Не в том, кто больше был затекавлен в пирамозе над Тавтонским орденом. Те Польша, те Великое Князство Литовское. Польша вельми прагнула вернуть поморье, Даньское поморье, якое крыжаке добрали в початку 14-го года. Так что до этой битвы, до этого разгрома крыжаков тягнули две державы от нолького. На початку липеня 1410 года Витаут и Ягайло приводят свои войски у Пруссию для генеральной битвы. 15-го липеня стало в изначальной датой, когда объединенные войски Великого Князства и Польского Королевства сошлись в битве с силами Тавтонского ордена каля прусских вёсок Грунвальд и Таненберг, альбо Дубровной, как подается в белорусских летописах. До недавнего часа про удел белорусов в Грунвальской битве в Уголе не говорилось. На дворот у российской исторографии подкрысывалась роль трех смоленских полков. И это была такая подстава, свяжая, что русские брали чинный удел у Грунвальдской битве. Оказалось, что эти русские смоленские полки это полки с этнично-белорусских землей. Там Вячеславской, Витебской и Смоленской. Смоленская земля – это отличная белорусская территория, что признавали самые российские этнологи. Вот. Когда говорить про реальный удел белорусов в битве, то можно сказать, что он был на шмат меньше за удел поляков и на шмат больше за удел литовистов. У князя Витовта было более за 40 хоругвал с землёв Великого князства Литовского. У Тымлику 28 с белорусских землёв. Сирот их – Берастейская, Волковыская, Витебская, Городенская, Пинская, Полоцкая, Новоградская, Смоленская. Хоругва – войсковая одинка у Великим князстве Литовским, якая наличвала, прикладно, 250 человек. Агулом войска Витеба, большинство, у яким были белорусы, складало около 12 тысяч вершников. Войска Ягайлы – около 14 тысяч. Силы Теутонов, якими керавав великий магистр ордена Ульрих фон Юнинген, наличвали каля 16 тысяч человек. У развагах про Дубровинскую битву у нас часто, на жаль, это асамляються е с таким супредстояннем славянского света с немецким. Мне, здаецца, гэта грубая и неаправданная модернизация истории. И не будем тут удаваться у тоя, калю соправності, починая выявляться антагонизм этничный и конфессийный, а просто хотя бы взвернемся до конкретных фактов. У войску, якое провел Ульрих фон Юнинген, великий магистр немецкого ордена, самые немцы складали добра, калю 40%. Зато я не менш одной тратины, гэта поляки и прусы. И калю ешче уличы, что тут было немало чехаў, мараваў, кашубаў, памаранаў, то, увынеку, славяне и балты будуть меть вельм великую удзельную вагу у войску немецкого ордена. А гэта тыеж самая, славяне и балты, хто складаў армію Витавта и Ягайл. Многие гисторики лічит, што в изначальным момантам битвы став тактычны манёвр Витавта. Харуў Витавта пасля нікалькіх годзіна всечы пачали адступаць. Асновныя сілы ордена з левага флангу адразу памкнулися за імі і увязли каля абозав арміў Велікага князства. Гэта прывело да таго, што боявыя парадкі тяжка узбројных рыцарав разамкнулися і растягнулися памясцовасці. Тым часам да ўступліня польскага войска ў битву, немецкіх рыцарав мужна стрымлівалі і амальцалкам палеглі ў лютай сечы беларускія харугавы. Былой смалэнскай зямлі, Аршанская, Амстиславская і Смалэнская. Толькі ў другой палава 20-го стагодзя выявілася з одного ліста ордэнскага гавыначальніка, што гэта был маневр, тактичны маневр пераняты літвінами ад ўсходніх сущэдзёв, ад татарав. Калі ўдаюцца явныя учёкі, рыцары кідаюцца пераследаваць, ламаюць шэрагі, іх акуржаець і забіваюць падзюночцы. І так сталася ў гэтай бітві, а тры так званые смалэнскія палкі, і вони асталіся на місцы, прыкрываць польскі фланг, каб не разгромілі крыжакі полякав с флангу, фланг прыкрыли, цалкам паляглі, і гэта яшчыраз падсвяжае тое, што гэта был прадуманны маневр. Дякаючы маневру Вітаута, войска ордэна была ўні ў забаве абгружаная і амальцалкам знищаная. Трэба адзначыць, што калі б Вітаут і Ягайла працягывалі пагоню за рэштками войска Тевтонов, то маглі б, карыстаючыся панікай і разгублэнасчю, захапіці століцу ордэна, замак Мальбарк. Аднак вельмі шмац сілаў было аддадзі на бітві. Ваярам был патрэбны адпачынак. Датаго ж ёсь меркаванні, што Вітауту не выгадна была паўнае знищэння ордэна, сіла якога яшча можна було б выкарастаць ў суперністве з Ягайлом. Пасля набажэнства і балявання войскі саюзніков рушылі далей ў Пруссію. Горады і замкі здаваліся без супратіву, присягаючы на вернаць пераможцам. Аднак удала скорыставшы адпущены ім час, теутонцы добра падрэхтаваліся до абароны Мальбарка. Двухмесячна аблога замка не дала вынікав. Спачатку Вітаут, а за ім і войска Ягайлы вернулися на Радзім. Што датычыц шансаў Вітаута і Ягайлы, а володаць століцай ордэна, то, мені здаецца, яны адпачатку былі мезырныя. І справа не толькі в тым, што яны прамарудзілі і не пайшлі адразу на століцу. Пасля такой сечы войска і не магло адразу істі, но мусіла адпачыць добра і перастроїцца, і пачать нормальны марш. Бо пагоня за втікачамі нічога і не дала б. Головне було в тым, што контур Генрих фон Плаваня, які адказував за абарону межаў ордэна там, ў Памор'ї, толькі пачувшы пра вынік бітою пад Дубровнаю, вельмі энергічна взяўся рыхтаваць сталіцю да абароны, і он вельмі худка за пару дзен сабрал калець 4 тысяч воінаў ў Мальбарку і зрабіў Мальбарк непрыступной цвярдыній. І ў дадатак з інфлянцкага ордэна на дапамогу был высланы значны контингент трицарев і со Святой Рымскай імперію таксама ішло войска на дапамогу Мальбарку. І ў той сітуація, я думаю, ў Ягайлы і Увітаўка самым разумным рашэнням было зняця блогу. Першым до гэтага прышоў Увітаўт, а потом Ягайла. Параза в Грунвальскай бітвя стала сурьозным ударам для Тевтонскага ордэна, які ўжо ніколі не зможа аднавіць сваю былую моць. У 1411 годзе у Торуўне паміж ордэном с одного боку і Вітаўтам Диягайлам з другога была заключэна мирная дамова. Грунвальскае, альбо Дубровінская бітва стала узорам мужнасті і тактычнага майстэрства. Значну ўролю ёй адыгралі Літвіны. Без мужнасті смалэнскіх харугваў і стратэгічнага талэнту Вітаўта гэты дзэнь мог быць іншым. Адна з самых буйных бітвав серэдня Вечча стала славны старонкай беларускай гісторы.